Двое новых русских перепились и стали хвалиться друг перед другом. Поехал я, значит, слышь, на рыбалку, взял с собой крышу, ну ты знаешь моих братков, да, ну пацаны такие почетные, строгие, ну приезжаем, шашлычок сварганили, выпили, как водится, водочки, ну и заудочки. Ну я, блин, забрасываю, взяло, я давай тащить не могу, братва ко мне на помощь, ну ты знаешь моих братков, сильные ребят, ну ни в чем, значит, не отказывают, мне тянут, тянули целый час и не поверишь, вот такого осетра вытащили на восемь метров. Ну ты гонишь, ну я за базар отвечу, я сам измерял, братва измеряла, восемь метров в натуре, но, братила, ты гонишь, слышь, осетры самое больше, больше пяти метров не тянут, я сам читал, понял, урежу осетра, урежу осетра. Да не, ну в натуре, я за базар отвечаю, хочешь стрелку забьем, ну ладно, ладно, вот давай я тебе расскажу, я пошел недавно тут на охоту, взял с собой канадскую помповушку, ну ты знаешь, бьет на повал, иду по лесу, слышу, кусты трещат, но оборачиваюсь, там морда лосинная высовывается, здоровый, я ему в лобешник, бах, бах, он прямо с копыт, бах, свалился, ну значит, думаю, нищак, лосин завалил, ну тут из-за дерева, значит, егерь выходит, а у меня разрешения-то настрел нету, но я в запале и егерю в лобешник, только бах-бах, ну положил насмерть, понял, стою, значит, слышу, какие-то там эти шороки в кустах, я в кусты, а там парень с девочкой, значит, интим, короче, ну а мне куда деваться, мокруха пошла, ну и значит, а тут свидетели, я по ним бах-бах, бах-бах, положил обоих, понял, ну потом думаю, откуда же они взялись-то, раздвигаю кусты, палатки стоят, туристы, тих, мать, значит, ну шо делать, бах-бах, бах-бах, всех перестрелял, пять человек, понял, ну отдышался, гляжу, а наверху мама дорогая, на косогоре и кару стоит с пассажирами, и все на меня из окон пялятся, понял, сто пятьдесят человек, так шо, Коля, я тебя Христом Богом прошу, урежа седра, а то я и сейчас всех перестреляю. В ресторане двое новых русских заказывают, значит, себе ужин, так, нам вот маринованные уши слона с гарнирами с гречки, понял, официант спрашивает, А слон африканский или индийский? Ну так, мы вроде бы африканского уже ели, да? Ага, да вроде африканского, говорит друг, значит, так, братан, давай уши от индийского слона с гречкой, понял, ну официант записал заказ и исчез, а через полчаса появляется, говорит, к сожалению, мы не можем выполнить ваш заказ, ребят, а шо такое, вот гречку не можем найти. Едет, значит, парнишка на Мерседесе и вдруг он заглох, ну он, значит, вышел, так, походил вокруг, протер лобовое стекло, сел опять в него, значит, не заводится, вышел, опять походил, так, ногой пнул по колесу, опять сел, не заводится, он вышел, фары протер. Сел, опять, не заводится, вышел тут раз, другой Мерс останавливается, вылазит парня, говорит, че те, братан, слушай, не знаешь, вот че-то не заводится машина, а? А ты, говорит, лобовое стекло протирал, протирал, а фары протирал, протирал, ничего, да, а ногой по колесу стучал, стучал, ну тогда, братан, я не знаю. Опять же на светофоре, значит, в задницу Мерседесу въезжает Запорожец, ну из Мерса выходит здоровый хлопчик такой, подходит, говорит, да, мужик, ну и попал ты, тут ремонту не меньше, чем штук на 5 баксов. А мужичок из Запорожца открывает лопатник, отсчитывает 5 штук баксов и дает этому хлопчику. А тут, говорит, мужик, а откуда у тебя такие деньги? А мужичок, говорит, а я кроликов развожу. А у них откуда? Возвращается новый русский из Парижа, ну жена его спрашивает, ну как там в Париже, а? Да, бля, классно в натуре, твою мать, ну это вот Эфелева башня, мать твоя, ну такой ништяк, слышь. Вообще, бля, ну клево в натуре, мать твою, отмань, слушай, че ты плачешь? Ой, красотища-то какая! В ювелирный магазин заходит новый русский, ну и просит показать ему золотые крестики, какие у них есть там, значит. Ну, ему показывают один, другой, третий, да не, мне надо что-то побольше такое, помассивнее, понял? Ну, где-то на полкило, чтоб. Хорошо, они выносят ему там из коморки крест, он говорит, о, вот это то, что надо. Только мне нужен такой точно, только без гимнастов, понял? В автосервис приезжает новый русский, ну и говорит, ребятки, хочу на свой Мерседес прибамбасом всяких наставить, да навесить. Да нет проблем, вот прайс наших услуг, выбирайте и пишите заказ. Ну, а через какое-то время бригадир, значит, подходит, берет у него лист заказа, ну и читает там, ага. Так, вот это мы поставим, вот это тоже поставим, а вот это что, это за обруч для головы? Такого у нас в проискуранте нету. Ну, это понимаешь, братан, я сам придумал. Вот так, когда цепь у меня сильно голову оттягивает, то надо ж поддержать как-то. У нового русского спрашивают, а у вас Мерседес какой? Шестисотый? То даже и не знаю, минутку, он набирает по радиотелефону номер и говорит, Алло, Федотыч, ты там пройди по гаражу, посчитай, сколько у меня Мерседесов, а? КОНЕЦ